И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест! Да, сегодня снова такая погода, дождик! Это Виталя с канала Автокар, нам в Сан-Франциско такую погоду нагнал жуткую. Ну ладно, мы все равно не унываем, ворота в гараже открытые, печка горит, тепло, так что все нормально, дядя Олежа уже даже кофе попил. Ну и как вы знаете, вчера мы красили в матовый лак крыло и кусок двери, я уже видел! Ну скажу, не о такой ошеломляющий эффект, но для любителей как бы пойдет, кто любит матовый свет. И сегодня мы будем полировать все это дело. Ну а с утра как бы, для заряда бодрого и хорошего настроения анекдот! Ну это анекдоты, такая жизненная ситуация. Короче, заходим с сыном в магазин, да? Ну молоко там, хлеба купить, жена сказала, да? Ну и сын подошел к шоколадкам и выбирает, значит, шоколадки. То одну возьмет, то другую, я ему положу на место. Ноль эмоций. Ну и второй раз сказал, положи на место, эмоций ноль. Ну тогда на весь магазин крикнул, ну положи на место, а то что с администратора позову? Короче, картина такая. Мужик около кассы судорожно выранивает бутылку пива, которую спрятал за пазуху. Во фруктовом отделе два мужика подавились виноградными косточками. Третий вытряхивал в кондитерском отделе из карманов конфеты. Ну а сын как выбирал шоколадку, так и продолжал ее спокойно выбирать. Ну и теперь тема дня, заставка пошла. Для начала хотелось бы продемонстрировать вам. Вот цвет. То есть, как видно, он матовый. Но с таким как бы отливом, да? Но матовый. На солнце, конечно, это будет красивее выглядеть. Ну и сейчас так, чтобы не было отлива. Вот вы видите, эта половина у нас в матовой покрашена, да? Так вот она выглядит. И эта половина у нас под лаком. То есть вот резкая граничка. Ну, примерно вот так выглядит. Конечно, сейчас мы отполируем. Это будет получше выглядеть. Вообще посмотрим, полируется она или нет. Ну вот, в принципе, видно, да? Все, как оно смотрится. То есть, ну, конечно, лучше это смотрится на черном цвете, там, на хайке, на таких цветах, которые матовыми вообще нормально смотрятся. На других цветах это, ну, ощущение, что не докрашена как-то машина. Черный, да, смотрится здорово, богато на броневик машина похожа. Ну, как бы и на крыле, в принципе, вот неплохо смотрится краска, чуть-чуть посветлее. Белый хорошо под перламутром белым, да? Тоже хорошо как бы смотрится. Ну, тут выбирать каждому самому. Просто очень много вопросов, очень много засыпали по матовому лаку. И еще тут у нас на крыле кончики подняло краски. Подняло краску не ту, что с баллончика, да, баллончика вот у нас в центре, а ту, что, которую уже делали в переход. То есть, краска получилась немножко свежая. И мы немножко поторопились, не выждали момента, когда краска полностью встанет. То есть, а шкурочку уже сняли, и поэтому подняло. Краски попусались, да? Минты. Ну, это как бы не страшно. Как раз сегодня и покажу заодно, как убрать эти поднятые места. Ну, это, наверное, будет следующим уроком. Ну, в принципе, процедура та же самая. Так же песочек убираем. Так же затираем шкурочкой. Шкурочкой. Олег, ты попирать чем боялись? Кровод тоже сейчас пройдемся. Тоже так же. На крыле тут пыли нету. Там, конечно, много на этих. Ну, две сейчас не готовили вообще. Здесь дверь не готовили. Гараж тоже не готовили. Так же замываем двухтысячки, короче. Снимаем пыль. Ну, и так же наносим полирольку. Знаете, что-то кончается полиролька. Я G3 буду использовать. Ну, и так же полируем. Начинаем. На руках. На руках. Меняем кружок на черный. Ну, и тут же операцию проводим с дверью. Ну, и вот чудо. Очень непонятно. Лак сполировался так, что он тоже блестит. Как бы есть маленький оттенок. Вот, как видите, вот это у нас идет дверь. Это дверь, это не зеркало. Так полиранулось. Эта дверь у нас идет... Заводская. Да, заводская как бы. А вот здесь вот то, что мы покрывали матовым лаком. Вот, видите, после этой границы уже матовый лак. Как бы есть, да, небольшой матовый оттенок, но... То есть он совершенно прозрачный. Ну, и на крыле вот тоже, да, как бы есть. Есть немножко матовый оттенок, то есть оно не так, конечно, блестит. Но блеск все равно явный. Вот даже просматривается все это. Немножко такое замутнение, но такого вот явно матового оттенка не видать. Очень интересно, в принципе. Даже сам не пойму. Это лак именно матовый. Единственный вариант его не... Не полировать. Но со временем, когда вы будете мыть машину, да, вы все равно его наполируете тряпкой. Ну, пусть не так быстро, но все равно наполируется. Ну, как бы я вам показал, что такое матовый лак. То есть выбирать уже вам. Как бы да, оттенок есть такой, блекло-матовый, но он блестит все равно. То есть он не явно матовый такой вот, да, но блестит. Единственное, что если его не полировать, ну, это нужно хорошо готовить гараж. То есть именно влажную уборку, как я вот делаю, да, и орошать гараж. Ну, а так, в принципе, выбирать вам. Да, вот только прочитал комментарии, да, в одном комментарии человек пишет, что матовый лак не надо полировать. Ну, действительно, если хорошо все подготовить и им покрыть, то, как бы, шагриня на нем практически нету. Если пыли на нем не будет, то ее и не надо будет полировать. Ну, вариант все равно остается, что тряпками со временем все равно наполируется. Ну, и как бы, да, миф о том, что он не полируется. Нет, он полируется, полируется так же, сохнет тоже хорошо. Единственное, что получается, не тот эффект, что вот некоторые думают. Все равно он дает небольшую пленочку, но эта пленочка прозрачная, она сохраняет ваш цвет. Как бы, ну, не знаю, выбирать вам на любителя. Ну, и, как бы, еще раз хочу напомнить, если у вас возникнут какие-то вопросы, чтобы найти меня или спросить какого-то совета у более знающих мастеров, у более чем вы, я имею в виду, можете зайти к нам на канал Зелорации. Ссылочку я дам. Вот так вот выглядит мой канал, не знаю, там видно, нет. Олег Нестеров Брест. На рации у нас уже 5200 человек, больше там, наверное. Люди со всего мира, то есть это и из Америки, из Германии, Франции, Казахстан, Россия, везде. Украина. Люди между собой общаются. Вот в данный момент 36 человек общаются онлайн. То есть можно задать свой вопрос, можно посоветоваться. Можно просто пообщаться, да, если скучно. Короче, сейчас вот этот, ты мою. Вот люди общаются. Вот, где медаль, как лаком есть. Вот под грунт его какой шкуркой надо вообще? Человек спрашивает, под грунт какой шкуркой надо. Очень удобная вещь. Подключайтесь к рации. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, урок был полезным и немножко интересным. Каждый выберет для себя, красить ему в матовый или в обычный цвет. То есть выбор за вами. Просто как бы показали, что такие материалы есть. И что именно для матового цвета нужен именно матовый лак, а не какие-то другие способы. Ну, вот, в принципе-то и все, что я хотел на сегодня сказать. Ну, а на пассажок, как всегда, анекдот. Ну, анекдот такой. Мужик с бабой, короче, ну, мы с женой падают в яму в лесу. Лежать. Ну, мужик так, повески нападали от юлок. Мужик ветки растолкал, так лег, лежит. Балдеть. Жена ему. Ну, и что делать-то будем? Он. Милая, да успокойся ты. Ты даже в такой ситуации без работы не можешь остаться. Такая анекдота. Ну, вот и все. На сегодня я с вами прощаюсь. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Скоро будет конкурс. Конкурс. Перед конкурсом я, наверное, не буду выкладывать видео, потому что смотрите все конкурсы. В конкурсе тоже много интересного видео. То есть есть что и для себя подчеркнуть. Голосуем, смотрим, просматриваем все видео, которое понравилось, ставим лайки. Потому что голосование будет учитываться именно по лайкам. Не по дизлайкам, не по просмотрам, а именно по лайкам. Ну, хочется пожелать всем доброго, настроения, друзей хороших, здоровья крепкого. Ну, и, конечно, добра и бабла. Правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...